Алма-Ата Своей глубокой содержательной речи генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев указал, что сельскому хозяйству необходима новейшая техника, которая соответствовала бы требованиям крупного специализированного производства. Одной из таких машин будет трактор К-701, который начали осваивать в Ленинграде на Кировском заводе. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь Ленинградского обкома партии Григорий Васильевич Романов привез сюда модель этого трактора Кировца 701. В этой овации была доля нетерпеливого ожидания. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ровно через 10 дней после торжеств в Алма-Ата уже не модель, а полсотни новеньких Кировцев 701 вышли из ворот завода. Передовые достижения советской конструкторской мысли воплощены в этой машине. 300 лошадинок сил, 30 профессий, могучий пахарь, строитель дорог, мощный тягач. Есть гусеничные тракторы ДТ-75. Кировец 700 заменяет три таких машины. А 701 почти в полтора раза производительней 700-го. Надежней, устойчивей, удобней. Он выходит победителем из нелегких испытаний. Когда мы снимали этот фильм, на конвейере еще шли тракторы К-700. Но каждый цех уже жил заботами о 701-м. 280-й цех. Один из 166 участков, которые нужно полностью реконструировать, чтобы пустить новый трактор на поток. Вот сейчас наш шовный машин. Вот рабочий, значит, на точной машине сварит бак, спарит ее, значит, и варит на шовной машине сам. Свои усилия предлагает. Делаем даже немного, но достаточно ручной работы. Рядом сейчас строятся новые линии по точной. Там почти вся автоматизация. Нам, конечно, будет работать очень легко. Ребята ждут. Ждут новые линии. Ждут новый трактор. Новую линию поставят здесь. А старые машины нужно перевести в другой цех, не останавливая их ни на один рабочий день. Так, электроцех. Это... Электроцех, значит, таким образом. У нас троллей на кранбалку. Это СМУ-54 уже проложило, и оно подключится сомнений. Нет, я с ними разговаривал, они завтра закончили. Вся остальная электрика, вся остальная электрика. Это момент переезда. Юрий Иванович Бородатов был начальником цеха 280. Но сегодня у коммунистов-кировцев нет задачи важнее, чем переход на производство нового трактора. И Бородатов, член парткома объединения, возглавляет группу реконструкции. Надо траншеи здесь сделать, или с этой стороны, или с этой стороны. Траншеи проходить. Так, подожди, подожди, выход где здесь? Или... Я не говорю. Про выход на улицу вот здесь. Это на улице. Через здание. И в зоне на таком. Или... Значит, я считаю так, что если мы не нажмемся еще на какую-нибудь... Полгода готовят участок к переезду. Дело сложнейшее. Реконструкция идет при движущемся конвейере. Эти кадры сняты 20 лет назад. Провожают ленинградцев покорять целину. Поехало 2,5 тысячи. Подало заявлений 15 тысяч. Там, в Ковыльных степях Казахстана, целый район будет носить имя нашего города. Что это у нас целина? Это земли, которые никогда не использовались под земледелием. Они были плодородными, но хлеба там такая сухой. Поэтому рискован на это земледелие. Вы можете получить, уже можете не получить вообще. Год может не получить, и два может не получить. При той технике и при той системе земледелия, которая практиковалась в европейской части страны. И в Европе вообще. Ну, в начале, значит, когда мы осваивали землю, у нас были трактора Т-75. Они, конечно, принесли поле при распашке этих земель. Но вопрос, который главным является на цели... Там же мало людей. Так, мало механизматоров, так? Надо было мыслить, так сказать, о развитии технического прогресса в плане повышения производительности труда. И в этом отношении именно трактор К-700 являлся, так сказать, ну, таким рычагом, который позволял значительно увеличить производительность труда. Из ворот завода выходит первый Кировец К-700. Как это в кино быстро получается? Нужны были на полях мощные тракторы? Пожалуйста. На Кировском заводе два года пришлось перестраивать цеха, менять технологию. Пришлось растить новых специалистов. Но трудности были не только в этом. Случилось так, что нашлись противники новых тракторов и среди них научный авторитет. Смотришь сегодня на эту мощную машину и диву даешься. Как можно было не признавать? Он не воспринимался, потому что люди старались найти в нем недостатки, не зная его достоинств. И выдумывали эти недостатки, и вот и колея будет, и как мы используем, так сказать, вот ему нужны большие площади и так далее, и все прочее. Да он очень дорогой, и все прочее. Ну, в общем, всякое новое, так сказать, вот, в первую очередь сталкивается с консервативным мышлением, в основе земледельцев, в основе ученых, которые там работают. Доктор, когда защитил диссертацию докторскую и написал кипу книг, ему что, вот как нашу технологию теперь применять? Ему сказать, нужно выйти на кафедру и сказать, товарищи студенты, все, что я написал, выкиньте, это не годится, давайте снова по-другому. Так разве будет? Хватит мужества? Нет, не хватит. Да, у некоторых не хватило. Но тут главное, чтобы хватило мужества и энергии у тех, кто защищает новое. Главного конструктора Кировца Виталия Александровича Поличенко в то время почти не видели в КБ. Он бывал всюду, где испытывали новые машины. Потом в кабинетах на бесчисленных совещаниях он убеждает, спорит, доказывает, и снова в поле, где день и ночь работают тракторы. Поскольку в конечном счете все должно решиться здесь. Производительность труда выросла буквально в 3-3,5 раза. Нам нужно в 3 раза меньше механизаторов. Это значит, в 3 раза меньше затрат на строительство жилых построек, культурных учреждений и так далее, и так далее. Меньше людей нужно, меньшее количество людей могут обеспечить всю ту работу, которые бы надо было, чтобы их обеспечили в 3 раза большее количество людей. Вот тут-то и роль мощных тракторов. Но, разумеется, если мы увеличиваем производитель в 3 раза, это прогресс технический, научно-технический прогресс. Это революционность, так сказать. Сегодня во многих странах Европы и за океаном знают замечательную машину по имени Кировец. И чтобы лучше узнали, пришлось оборудовать вот такие классные комнаты. Последние приготовления завтра в путь. Медалями и дипломами отмечены высокие качества степных богатырей. Десятки тысяч тракторов работает сейчас на полях страны. На Саратовскую землю, где испытывались первые семисотки, теперь пришли первые кировцы 701. Виталий Александрович Поличенко не дожил до этих дней. Земледельцы назвали свой совкоз именем конструктора трактора. Что же все-таки значат такие мощные машины для самих земледельцев? Что такое трактор? Это основа всей жизни. Всей экономической жизни трактор. Да. Только без него все уже, ничего не работает. Ну, основное средство производства, если уж с такой, с точки зрения политэкономии. Не нужна автомашина, так может быть, не нужна. Комбайн так не нужен, как трактор. Пахать землю только что, можно ведь трактором. И в первую очередь вот решили проблему только тогда, когда вот вышли вот эти вот К-700 и К-701. До этого считался самый урожайный год, вот в этой местности 1958. Дождей, я его отлично помню. Как раз на Целине мы были студентами, учился вот это вот. Так дождей, если взять влаги, было раза в полтора больше. А урожай? Урожай был 16 центнеров. А сейчас 18,5 центнеров получили. Только почему? Потому что обработали землю, потому что заделали семена, потому что вспыхали зябь, потому что обработали пары. В 1958 году К-700 и К-700 не было. А в 1973 году они уже были. И вот результат налицо. Вы слышали? На этих иссушенных солнцем, изнывающих от жары пыльных землях, где вода на вес золота, новый трактор ценит как воду. Мы делали 701-50 машин, значит, мы даже до того влеклись, что в 2 часа вместо 4 часов дня ушли в 2 часа ночи с работы. Как у Волги на передке стоит аморфизация. Больно там не ходит. Хорошо, если не может сижу, сидит в тракторе зимнего, провалить, и она не так болтается. Цех номер 280, после смены. Сегодня у рабочих гости, трактористы из Саратовских степей. Там испытываются первые К-701. На Кировском заводе они глубже изучат машину, на которой скоро будут работать. Хочется спросить вот по себе, как она сама машина, вот в вождении, вот так вот день поработаешь, и вот здорово так устаешь, вот в управлении, как она. Считаю, что трактор хороший. Замечательный трактор. И работать и в транспорте, и в сельском хозяйстве, в таком полеводческом, и для транспорта он везде работает. Ну вот Алексей Иванович Шибаев, это секретарь, первый секретарь Саратовского обкома партии. Он был одним из сторонников и, надо прямо сказать, пропагандистов внедрения трактора К-700 в сельское хозяйство. Вот недавно он позвонил и уже требует давай быстрее выпускай трактор К-701. Ну, естественно, та революция, которая проходит в сельском хозяйстве, она переходит и на наше производство в связи с выпуском новой машины. Для того, чтобы вот по решению партии и правительства увеличить выпуск тракторов, выпустить новый трактор, мы сейчас проводим большие работы по коренной реконструкции нашего объединения, по изменению структуры управления этим объединением. Инженеры говорят, 701-й тянет отрасль. Такова диалектика. Сначала люди создали эту прекрасную машину, а теперь сама машина, сгусток опыта и разума конструкторов, творения рабочих рук, поднимает производство на новую ступень. Субтитры создавал DimaTorzok 701-й. Это 20 тысяч деталей. Новые станки, новые автоматические линии, новые формы управления. Субтитры создавал DimaTorzok когда-то тоже называли богатырем. Целых 16 лошадиных сил. Крестьяне ждали машину, которая поможет построить новую жизнь. Сталинградского тракторного еще не было, Харьковского тоже. Вся ответственность за революционное дело ложилась на плечи краснопутиловцев. Завершается девятая пятилетка. Прежним остался высокий краснопутиловский накал, дух революционного рабочего класса, с которым сегодняшние кировцы преодолевают трудности на пути к цели. Этот краснопутиловский накал соединил с творческим расчетом герой социалистического труда Евгений Иванович Лебедев. Его почти им пятидневное задание за четыре дня родился на этом участке. Сейчас Евгений Иванович заменил его друг Иван Григорьевич Дашко. Главному конвейеру сборки тракторов стекается продукция сотен заводов страны. Дизели шлют ярославцы. Они уже делают трехсотсильный двигатель для нового трактора. Шины шлет Днепропетровск. Карданные валы Херсон. подшипники Саратов. Вместе с кировцами Кировец 701 будут делать 539 заводов. Машина Богатырь создается по заданию и при непосредственной помощи Центрального комитета нашей партии и лично Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Объединение Кировский завод посетил товарищ Яна Шкадер. На полях Венгрии тракторы К-700 ставят рекорды производительности. На митинге выступил член политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов, высоко оценивший трудовые успехи кировца. Выпуск нового трактора становится боевой задачей ленинградских коммунистов. На партийно-хозяйственном активе впервые прозвучали слова объединение Кировский завод. Город Тихвин стал второй родиной Кировца 701. Здесь будут делаться три четверти деталей и узлов новой машины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Реконструкция продолжается. Тогда мы подключаем вот эти самые четыре трансформатора. То есть по энергетике у тебя с момента переезда значит по-крупному этот ряд обвязан, этот кусок обвязан, это все обвязано. И вот здесь еще не все. На это место встанут вместо манекенов нормальные машины. Все правильно. Правильно? Да. Принимают впросное решение для того, чтобы это перебросить. Вы помните главные условия? Конвейер не должен потерять ни одной рабочей минуты. И переброску решили сделать в праздник. Субтитры создавал DimaTorzok Слава коллективу производственного объединения Кировский завод создателям нового мощного трактора К-701. Ура! Кировский завод Слава коллективу Кировский завод Кировский завод Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Перестроить и построить заново шесть цехов. Задача огромной сложности. Ведь первый серийный Кировец 701 встанет на конвейер сразу же за последние 700-ки. Сегодня мало единичных рекордов. Время требует коллективных успехов. К-701 трактор десятой пятилетки. Однако новую машину уже сегодня ждут на Целине. Ждет Байкало-Амурская магистраль. Ждут нечерноземные области России. Помните модель трактора в Алма-Ате? Эти модели сделали ребята из кружка юных техников. Они будут строить тракторы в будущем. Как-то руководитель кружка, герой социалистического труда, депутат Верховного Совета РСФСР Борис Михайлович Воробьев спросил ребят, каким они представляют трактор 2000-го года. ...на проходимых мест, в грязи, на погоду. Я отказался от кабины, потому что думаю, что трактор будет или автоматическим, или управляемым. Я думаю, что к 2000-му году будут уже достаточно сильные экономичные аккумуляторы, которые можно будет долго не перезаряжать. Мой трактор будет на электромоторе. Вот здесь аккумулятор, а вот электромотор с радиоуправлением. Трактор я сделала в виде колеса. Там трактор... Каких только не было тракторов. И трактор на атомном горючем, и с лазерами вместо плуга, и даже один с вечным двигателем. А был и такой проект. ...на воздушной подушке. Во-первых, у него преимущество, у него большая скорость, и он может двигаться по пересеченной местности. Ну, конечно, плуг он не потянет. Так вот, но он будет работать... ...но он будет работать вот таким образом. У него будет сзади распылись, ну, вот как типа нашего пылесоса. Из него будут вылетать такие шарики горошины, изрывчатые вещества. Вот они будут вылетать, и так покроется все поле. Потом направляем луч, они взрываются, значит, все сорняки уничтожаются, и в поле перепачивается. Тогда вот можно засевать. И в то же время он будет удобрять почву, потому что их можно делать из всяких смесей химических полезных веществ. А где ты тогда взрывчатки возьмешь? Ну, к 2000 году войны не будет. Взрывчатки сколько угодно будет. КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»